Вот так вот выглядит ВДНХ во время карантина, но сегодня 1 июня и вроде как власти разрешили нам выходить в скверы и парки, но почему же так пустынно? Разберемся! Всем привет! Ребята, вышел сегодня на улицу и решил посетить парк, так как слышал информацию, что вроде некоторые парки и скверы должны открыть, но действует послабление какого-то режима, но масочный режим усилили. Вот так вот, ребята, 1 июня, спонтанная прогулка у меня. Много ходят сейчас журналистов в связи с таким вот масштабным событием, как открытие парков и скверов, но опять же, немного действуют ограничения. Посмотрим, какие. И еще, ребята, хотел бы добавить, с сегодняшнего дня можно взять официально вот такой вот велосипед на прокат. Говорят, что там кто боится заразиться, дезинфицируется, ну не знаю как часто, но может быть раза 3, наверное, в день дезинфицируется, потому что как минимум 6 человек где-то в день одним велосипедом пользуются, если не больше, конечно. Вот. Не видно пока, что он пользуется слишком популярностью, данный транспорт. Наверное, они все стоят здесь еще. Но вот как-то так. Короче, ребята, в парк я зашел без проблем, но правда особое внимание мне попросили одеть перчатки и маску. То есть по-другому никак бы меня сюда не пустили. Но пропуска никто никакого не спросил. Вот так вот, ребята, здесь журналисты стоят, что-то активно снимают. И продолжается какая-то дезинфекция, наверное, или что это, какая-то машина идет строительная. Короче, ребята, гулять по территории разрешили с 9 утра до 9 вечера. А также, говорят, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность, ну типа, и где вы проживаете с пропиской. Не знаю, как это будет отслеживаться или нет, но я вот пока шел ко мне, еще ни один человек, ни один полицейский не подошел и не спросил документы. Но так как я проживаю не в этом районе, интересно знать, мне бы выписали штраф? Ответьте, пожалуйста, напишите в комментариях. Итак, ребята, надевать маски, это не значит проявлять неискренность. Маски для нас сейчас стало требованием времени. Но здесь мне тоже пришлось, чтобы зайти на территорию ВДНХ. Патруль потребовал, чтобы я одел перчатки, совсем, как бы я считаю, какое-то безобразие перчатки и маску. Ребята, еще рекомендуют проверять загруженность этого парка. Если будет больше 80%, вы сюда не попадете. Проверять нужно на Яндекс.Картах Моя Москва, мост.ру. Ну а фонтаны в ближайшее время, я уже надеюсь, запустят. В тестовом режиме их уже запускали. И вот мы наблюдаем, видим лавочки, все замотаны. Короче, на них пока присаживаться нельзя. Ну и перекусить, либо побить кофейку тоже сейчас пока проблематично. Но это в ближайшее время, я думаю, скорее всего откроется. Обязательный масочный режим объяснили власти тем, что мы можем являться бессимптомными переносчиками инфекции. Вот. То есть вы абсолютно можете чувствовать себя хорошо и при этом быть заболевшим. И заразить остальных окружающих вокруг себя. Вот так вот нам внушают, что каждый из нас фактически заболел. Всем пока, хорошего дня. До скорых встреч. Не болейте, кушайте чеснок, имбирь. Повышайте свой иммунитет. Пока-пока.